Сохранить семью или не сохранить, это вопрос, наверное, индивидуальный, но если вы хотите сохранить или семью, или даже такой гражданский брак, тем не менее существует идея, которая очень понятна. У каждого из нас есть так называемые критерии выбора. И вот если эти критерии начинают расходиться, начинают не совпадать, то через некоторое время происходит дисбаланс, и семья начинает нарушаться. Ну, очень простой пример. Представьте себе, он утрированный, но, может быть, будет понятно. Представьте себе, жена каждый день спрашивает у мужа, милый, что тебе приготовить на завтрак. И в компании со своими подругами она рассказывает, вы знаете, я такая заботливая, я каждый день у него спрашиваю, чтобы приготовить на завтрак, но чтобы сделать максимум полезного для него. И в это же самое время муж в компании друзей говорит, слушайте, на такой зануде женился. Каждое утро спрашивает, что тебе приготовить на завтрак. Дня не прошло, чтобы не спросила. На следующий день опять, милый, что тебе приготовить на завтрак, спрашивает жена, исходя из того, что этот вопрос относится к идее заботы. И муж, который начинает крушить все на кухне, который исходит из того, что этот вопрос относится к занудству. И вот таких рассогласований может быть достаточно большое количество. Поэтому, если вас что-то раздражает в другом человеке, согласуйте эти критерии. Ведь человек ведет себя так зачем-то, он хочет чего-то хорошего. Вы его интерпретируете, его поведение начинаете интерпретировать, исходя из своего представления о мире. Если вы вежливо, тихо, спокойно спросите, зачем ты это делаешь, что бы ты хотел этим показать, то вполне возможно, что через некоторое время вы согласуете все эти несогласованные вещи, и тогда можно будет жить долго и счастливо. Продолжение следует...